всем привет хотела сегодня рассказать о том как можно приготовить томатный сок в домашних условиях без наличия соковыжималки соковыжималка у меня конечно есть но я не хочу пользоваться белорусское производство довольно таки объемная потом ее мыть пять лет мне гораздо быстрее сделать это все вручную вот чем хочу с вами поделиться взяли томаты спелые приспелые вот такие как у меня красавицы и помыли и я использую вот такое хитрое приспособление как немецкая терка это да действительно была такая серия она наверное возможно еще и есть германских терок вот с такими зубчиками очень острыми терки это и уже лет у меня наверно 10 а то и больше и вот так я ей пользуюсь натерла на этой терке помидоры осталась одна шкурка шкурочка от помидор пошла в мусор нам она не нужно совершенно следующая половинка тоже ушла в мусор дальше что мы делаем я вам показываю принцип не тот объем который я переработала принцип вообще приготовления сока вот мы приготовили этот сок дальше мы используем вот такую металлическая сета либо оси то либо это дуршлаг кто как называет может пользоваться в разных для разных целей и для просеяния муки она прекрасная для сцеживания макаронных изделий тоже и выливаем то что мы с вами натерли от помидорки в это сито или в этот дуршлаг и нехитрыми такими движениями очень быстренькими протерли все вот это вот обычной поварешечкой я в ни одной рукой сейчас это не удобно и я это не буду долго делать я всего лишь показала принцип принцип тот который я быстро быстро все это делаем теперь у нас оказалась в этой кастрюльки вот такая прекрасная протертая масса без семян в этой кастрюле у меня будет выход в томатного сока 6 литров это кастрюля 10 литровая но я сейчас другую у меня будет вот до этого первого рубчика томатного вот этого состояния томатного сока пока еще пока еще не полностью изготовленного и вот этих 6 литров всего лишь вот такой отход будет семян этой шкурочки я сейчас бросила остальные у меня уже в другом месте лежат вот такой отход семян после протирания вот на этой терке очень маленький из этого томатного сока который у меня получился в кастрюле получится ровно четыре банки полторашки томатного сока и что мы делаем мы доводим до кипения еще не кипятим вот в этой кастрюльки все довели до кипения и положили столовую ложку соли и плюс еще одну четвертую ложку соли не половину одну четвертую ложку соли это все на 6 литров выхода соли соли сока плюс 10 столовых ложек сахара если это на мой вкус если вам не нравится моя дозировка соли и сахара то пробуйте на свой вкус для меня это просто самый вкусный самый замечательный сок принцип такой почему рассказываю вам об этом соке почему как я его готовлю почему он именно для меня как бы беспроблемный вот с такой дозировкой сахара и соли хранится потому что он у нас даже не в холодильнике не в подвале а просто в обычной квартире при комнатной температуре и с ним ничего не происходит так еще раз соль и сахар положили в нагретый до кипения дальше закипятили но не кипятим много несколько вот он закипел и все мы разливаем по стерилизованным банкам в банку залили закрутили крышкой перевернули банку вверх ногами то есть поставили на крышку и так у нас баночка остыла и все на этом вся работа завершена сок наш с вами готов и будет на ждать тогда когда мы его захотим выпить это будет вкусно если вы дозировочку другую соль и сахара будете применять пожалуйста это все должно быть по вкусу я делаю так я взяла соль сахар положила то что у меня попробовать то что вот здесь вот у меня намешано солью с сахаром уже залила в тарелочку пару ложечек столовых остудила быстренько быстренько и попробовала если меня устраивает такая дозировка соли и сахара то тогда в это прекрасно все я на этом остановилась и дальше довелась до кипит до кипения только закипел сок все выключаю и разливаю вот просто я дозировку эту высчитала на свои 6 литров и на свою на свой объем кастрюли поэтому я им с вами делюсь ну а пожалуйста как вы делаете свои соки можете поделиться со мной в комментариях всем всего доброго и до новых встреч готовьте вкусные соки домашние всем пока пока